Молодежный интернет-ресурс «Мой портал» — это твоя возможность быть в курсе самых интересных проектов и новостей Рунета. Смотри, читай, слушай. «Мой портал.ру» — будь в сети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова эти завтраки будут проходить ежемесячно, минимум целый год. Ну а о том, какие дальше будут спикеры, и мы планируем все-таки места менять, и спикеры будут разные, новые, вы можете узнавать в группах Creative Models. И вот Таня про себя не рассказала. Таня Малиник, она у нас в моей территории сейчас занимается всеми международными проектами, поэтому можно также контактировать с ней и узнавать все о нее, или у меня, или в группе Creative Models. Вот такая была история, поэтому целый год будем с вами встречаться, а сегодня полезного вам завтрака. Ну и, конечно, пока есть время, еще пара минут, хотелось бы представить наших партнеров самые вкусные булочки и пироги, кулинария и доставка, аэлита, можете попробовать, вот они у нас здесь, вот в этом замечательном от меня справа углу. Да, можно аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Кондитерская, Marvel's Cookies, это печеньки, вот все звездочки, розовенькие, сиреневенькие, красненькие, всякие красивые, тоже, пожалуйста, пробуйте. Наши друзья из Red Bull готовы зарегистрировать каждого на блюдах 2017. АПЛОДИСМЕНТЫ Подходите, подписывайтесь. И, конечно, нетворкинг-кафе, которое сделало нашу сегодняшнюю площадку такой замечательной и красивой. У них есть замечательный сервис, вернее, доступный сервис, который называется RedFM. Зайдите, погуглите, подробности узнаете. И немножко о нашей сегодняшней встрече. Встреча будет состоять из трех блоков. Первый блок — это лекция нашего спикера. Второй блок — это вопрос-ответ. Кстати, за самый интересный вопрос у нас предусмотрен приз. Вот эти вот огромные часы, которые стоят справа от меня, чтобы вы никогда больше не проспали. И последние 20 минут — это формат свободного общения. То есть не обязательно после того, как закончилась лекция, срочно вставать и уходить. Можно остаться, задать вопрос и потом подойти и познакомиться с любым здесь находящимся человеком. Ну и переходим к самому интересному. Наш спикер. Я, возможно, буду зачитывать его достоинства, регалии, заслуги, потому что, наизусть, не помню их слишком много. Мне кажется, что за души им столько всего не сделать. Я искренне восхищаюсь. Итак, отец троих детей, знаток китайского языка, знаток боевых искусств, обладатель серебряного кивина, профессиональный танцор, альпинист, дважды полушелезный человек, руководитель компании «Вертикальный мир» Александр Андросов. Здравствуйте. Всем огромное спасибо, кто смог сегодня прийти. Я реально был удивлен, когда, ну, 8-30 минуты, я считаю, что в «Волголубии Креатив Монинск», я думал, что формат будет в любом случае вечерний. Когда я узнал, что реально 8-30, я даже запереживал, а найдем ли мы таких людей. А, здорово, это была вторая проблема, которая хотелось бы выжить. Вот. Поэтому реально огромное вам спасибо, что вы нашли в себе силы и прийти сегодня. Когда я читал, что будут говорить про меня, здесь посмотрел бы единственное, что, я считаю, люди могут называть себя профессионалами в той или иной, или говорить, что они профессионально чем-то увлекаются или занимаются, когда это им приносит деньги. Вот. Единственное, что мне не приносило деньги, это вот то, что я отец своих детей. Вот. Всем остальным я зарабатывал себе на жизнь. И КВНом, и танцами, и промышленным альпинизмом до сих пор еще зарабатывал. Вот. Ну, триатлон денег не приносит, но, как бы, я так скажу, что моя жизнь очень круто изменилась, и даже если смотреть по прибыли на предприятие, это действительно влияет на внутреннюю самоорганизацию. Вот. То есть, можно сказать, что он тоже повлиял на мой доход. Хотя и подсасывает из кармана тоже прилично. Вот. Расскажу вкратце вообще. Сегодня тема выживания. Я искренне благодарен, что мне, когда мне дали список тем, я сначала выбирал, выбирал, потом смотрю смерть. Ну, тема смерть. Я думаю, да ну ладно. Вот. Реально, мне вот не представляет, что можно на такую тему рассказать. Вот. Поэтому тему выживания, думаю, что у меня есть о чем поведать. Действительно, мне тяжело, потому что я, получается, в теме не первый спикер. Поэтому, если где-то что-то не так с форматом, лучше простите. Презентации у меня будут только в виде фотографий. Запускаем мы так. Попробую перелечить. Попробую перелечить. А чего? Презентации с вами ставят. Да, нет. Тогда тебе понятие. Ну, пока. Думаю, не дай перелечать. Да? А, ну, вот все-таки. Не будет на садике. Хорошо. Я вот так буду махать или приседать. Вот. На этой фотографии, вот он я, в правом углу. Это первый курс Тюменского университета. Я учился. Я на экономиста по международным делам. В Мефубе. Специализация международный турист. Что касается до того, как я появился в Тюмени, я жил в городе Омске. Точнее, под ним. Это небольшой поселок городского типа. Жил я там, получается, 11 лет. Мои родители приехали в Тюмень, когда я учился в 9 классе. Они поставили мне условия, ты остались с дедушкой, с бабушкой, пока не получаешь тройку за четверть. Вот. И, ну, у меня это очень хорошо повлияло на мою успеваемость. Я реально не получил ни одной тройки за четверть, хотя, ну, такие ситуации были. Поэтому я очень сильно хотел остаться в Омске, потому что, когда приехал в Тюмень, я подумал, что, боже мой, какой ужасный город. Там мы жили в районе его центра. Это грязь, это вот этот страшный парк. Вот. И, ну, чтобы не хотелось приезжать в Тюмень. Но все-таки родители меня привезли после школы сюда, и я начал учиться. На первом курсе я записался на все кружки, какие можно, потому что, ну, оширел от возможностей. Я, чем я только не занимался. Вот. И записался на секцию скалолазания. Секция скалолазания, можно дальше. Вот. Сразу же, буквально через полгода, я понял, что на этом можно делать деньги. Я предложил нашему университету, давайте я начну мыть окна у вас. Вот. И, получается, я, мол, это вот библиотека Тюменского государственного университета. Я мыл окна потихонечку, да, по деньгам было все нормально. Давайте дальше. Но было реально тяжело, потому что, в основном, ну, тогда МИФУП и наш факультет, это были реальные мажоры. Вот. И когда я, допустим, спускался после пар, нет, сейчас пока. Вот. Когда я после пар, допустим, спускался по, ну, в аудитории имел окна, реально многие не понимали. Но, как бы, у моего отца, и спасибо ему за это, позиция такая, что если ты хочешь какие-то деньги, ну, или, как назовем это, сверхприбыль, то ты должен заработать ее сам. Поэтому, ну, вот, я нашел такой способ, он действительно для меня был легкий. Почему? Потому что это было и хобби, и были деньги. И реально я очень сильно боролся с собой, тогда мне это было сложно. То есть я тогда очень много, ну, внимания, или какого, очень много уделял тому, что о тебе думают люди. Сейчас я, как бы, по этому поводу не парюсь. Вот. И, грубо говоря, вот тогда, ну, это один из моментов, что если тебе комфортно, то делать то, чем ты любишь заниматься. И тем более, если тебе это приносит деньги. Вот. Затем я на первом курсе, нужно было выбрать язык, второй язык, который должен был изучать в университете. Опять же, здесь я не пошел по простому пути. Я решил попробовать учить китайский язык. У нас французский учило 30 человек, там, испанский, итальянский, там, человек 15-20. В китайскую аудиторию я зашел к старшему курсу, их было всего два человека. Вот. Я думаю, слышите, коэффициент полезных действий, ну, педагога по-любому там, ну, зашкаливает. Я пошел на китайский язык и поехал на один месяц на шестерпу в Китай с ребятами, кто уже год отзанимался. За месяц я выучил три фразы. Холодное пиво, красивая девушка и сколько это стоит. Вот. С этими тремя фразами я приехал в Китай. И, ну, это было реально вот сложно, потому что мы, ну, как настолько там жизнь не кидала в этот месяц, чего мы только не поели, не зная языка. Мы решили сэкономить, купили подешевле билеты в поезд. Была жара там, сейчас как помню. Мы прилетели в Шиньян, у нас было 800 километров доехать до другого города. Мы подошли, мы спросили, сколько это стоит. Ну, билет нам, сказано, написали три цены. Мы выбрали самые дешевые, только, как оказалось, мы купили стоячие места в поезде. Вот. Это было вообще, ну, я даже знал, что есть стоячие места. И мы реально простоялись с сумками. Ладно, мы были единственные белокожие, мне кажется, во всем поезде. И нам там потихоньку стали уступать места. Вот. Я вернулся в Тюмень и понял, что я реально влюбился в эту страну, влюбился в Китай. И отец был не против того, чтобы я поехал учиться. Но я уже тогда понимал, что не хочу просто учиться, хочу прям поставить себе какую-то нереальную цель, помимо выучить китайский. И хотел с пользой провести этот год. И у меня появилась такая мечта, не мечта. То есть в детстве смотрел фильмы про Хонгельдона, про Грусли. Думаю, все, я пойду, попробую поступить в монастырь Шаолин. Я еду в Китай, договариваюсь со своим учителем. Мы едем в монастырь Шаолин, приезжаем туда. Ну, ехали мы туда, наверное, дня два. И реально, о боже, какое разочарование. То есть я когда себе представлял монастырь Шаолин, я сейчас из Тюмени еду туда, сплю на циновках, с монахами ем рис, учу китайский. Вот. Приезжаю сюда, мастер боевых искусств, летаю там, перепрыгиваю здание. Вот. Приезжаем, реально просто, я читаю на английском, университет Шаолин в Китае. Реально ходят студенты. То есть это обычный, это получается не монастырь Шаолин, это обычный университет боевых искусств. То есть там есть Wi-Fi, там спят на мягких матрасах, вот, там полно иностранцев. То есть я там был такой не один. А я говорю, такая это, ну, а с монахами там. Ну, говорит, ты что, кто тебя пустит? Ну, вот я сейчас разговариваю, тебе не разрешат. Ну, и вообще у нас там, ну, то есть монахами можно быть там только китайцем, либо если бы ты достиг такого там вообще конкретного левела. Вот. Я все равно думаю, может быть, все-таки оставлюсь в боевое искусство, потому что мы посмотрели, реально там было тяжело. Но, как оказалось, что в этой провинции китайский, диалект, на котором разговаривают, он не общепринятый, поэтому мне бы потом было тяжело. То есть нужно было ехать в город очень китайский. Я уезжаю, давайте дальше. Вам хорошо видно, да? Вот, я уезжаю в другой университет, начинаю жить там. Это еда. Вот, это еда, это какие-то морские твади, выглядят нелепо, но реально это к тому, чтобы вы понимали, что вот учеба за границей в Китае и учеба за границей, ну, я учился один месяц, там, жил в Англии, брат у меня учился в Австралии, вот это вообще ни на что не похоже, учеба в Китае. Потому что реально, ну, когда приходишь, вот, ты ешь блюдо какое-нибудь, ну, вообще наугад тыкаешь меню там на ирульфе, картинах у них тогда не было, тыкаешь наугад, тебе приносят, ну, ты в любом случае его должен съесть, попробовать как-то хотя бы, чтобы оказать вежливость, вот. И потом ты себе на русском пишешь, чтобы записываешь ирульф и пишешь. Поэтому я ел змею, я нечаянно ел собаку, я ел вот таких тварей. Вот. Давайте дальше. Вот, это обычные шашлыки из голов куриных, то есть, ну, и здесь реально должен был выживать, это вот к теме нашего разговора. Я научился готовить, вот, я научился печь блины, я научился варить борщ. Мы жили, получается, вообще мы поехали из Тюмени, нас было двое. Я и девушка, которую я буквально через две недели стал реально жутко ненавидеть. Представляете, вы вдвоем приходите в аудиторию, вы вдвоем живете, вы вдвоем передвигаетесь по городу, потому что, ну, языка не знаете. Она хорошо владела английским. Вот. Потом мы сняли с китаянкой квартиру, которая была старше курсом, потому что, ну, реально денег было мало, и я не мог там звонить родителям и понимал, что так не могу звонить и говорить, пришлите там мне еще сто баксов. Ну, на сто баксов мы снимали квартиру за сто долларов. Мы раскидывали на троих, китаянка и мы вдвоем. Вот. Я устроился на работу, вел разговорный русский язык у китайцев, студентов, студентов пятого курса. Хорошо, мне язык был подвешен. Вот. Ну, просто я приходил и просто с ними разговаривал на разные темы. Вот. Ну, и получается, ну, и я понял, что нужно зарабатывать, потому что жизнь в Китае все равно требовала, там, осенние вещи нужно было купить. Хотелось куда-то сходить, ну, а родителям совесть не позволяла звонить и просить еще выступления. Давайте дальше. Вот это там, обычный супермаркет, это Walmart. Давайте дальше. Вот. Но я терпел, все это я терпел где-то месяца три-четыре. Должен сказать, что за эти три-четыре месяца, получается, мы общались даже не то, что с русскими, мы общались с белыми людьми, это только мы вдвоем. То есть город пять миллионов, тогда в Китае было не так много вообще иностранцев. Вот. Я за эти четыре-четыре месяца очень достаточно хорошо от холодного пива до, ну, уже более-менее разговорного китайского, очень хорошо поднялся. И однажды я в автобусе еду, и вижу, идет белая девушка с китайцем. У меня реально, это вот как у Робинзона, мне было кажется, что было счастье такое. Я выбегаю на первой остановке, бегу-бегу, там ищу их в залпе, вот, нахожу, подбегаю, говорю, здравствуйте. Ну, а я вижу, что она реально вот славянская девушка. Девчонка вот так идет там, вот, то есть явно там не европеец залетный какой-то. Все. Оказалось, что это хохлушка, она вышла замуж за китайца. Китайцы очень хорошо, он такой, мы общаемся с этим китайцем, он такой, тю, ты из Тюмени. А это, выясняется, что они там 5 лет прожили, женились, вот, и тут вообще завертелось. Эта девушка отвечала за то, что помогала искать для кинокомпаний для съемок фильмов, искала белых людей. Ну, не только белых, искала иностранцев, чернокожих, они вообще были на вес золота, белых, ну, вообще, вот, и тут мы начали сниматься в кино. Я до этого говорил, что мы, ну, жили, получается, мы где-то жили, наверное, долларов на 200 в месяц, из которых 30, там, и 40 уходило чисто вот на жилье. Вот. Мы начали сниматься в кино, и нам начали платить 50 долларов в день. Не то, что начали, нам просто платили 50 долларов в день, причем это было как? Не важно, кем я снимаюсь сегодня, то есть у меня могла быть сцена, я играю в мафиози, они сняли какой-нибудь большой пол гостиницы, я прихожу туда, меня одевают в какой-нибудь мафиози, я прохожу, там, снимаем два дубля, не раз 50 баксов, потому что на сегодня съемки закончились. Вот. И реально это были вообще там, ну, космические деньги на тот момент для Китая, то есть зарабатывать, ну, конечно, были ядовские съемки, когда, допустим, на ночь они снимали здание суда, давайте дальше, вот, на ночь они снимали здание суда и снимали там суд присяжных. Здесь я из присяжных просто сел, это для того, чтобы вы понимали, насколько китайское кино там далеко еще, вот, штат Вашингтон, УПН не влезло, вот, но они по поводу этого, по этому поводу не парили, вот. И таких было вообще масса нюансов, то есть меня, допустим, до этого увидели, я играл заключенного или полицейского, на следующий день я в этом же фильме мог играть какого-нибудь там присяжного, потом я мог играть охранника, потом мафиози, потому что нас было белых человек в этом городе против миллиона, мы нашли всего лишь 17, а сериал был там 31 серию, то есть, ну, кого-то, кого мы там только не сыграли, но у меня лично было там ролей, наверное, 15-20, вот. Еще была одна такая роль, где я дедусь с китайской бабушкой, она меня изгибает, я там отлетаю на 17 метров, вот. Но здесь, здесь я понял, что я выучил китайский, но за эти 4 месяца, то есть суровых, жестких, конкретных условий, причем которые я сам себе создал, потому что я мог поступить, ну, или поехать учиться в иностранный институт, где было полно там, ну, монголы, там, русские, немцы, там, вот. И мог расспокойно общаться на английском и подучивать китайский. Когда мы снимались в кино, там были ребята, кто уже год-полтора живет в Китае, и китайский язык был вообще-то, ну, на порядок ниже моего. Они хорошо разговаривали по-английскому, ну, на английском, но китайский, как бы, на порядок был ниже. Я понимал, что это только потому, что вот, ну, я принял такое решение, ну, вдвоем приняв решение, что мы едем подальше вообще от русских и учимся, ну, грубо говоря, там, у носителей языка. Давайте дальше. Моя романтика и лоха закончилась. В Китае я занимался, даже заработал немножко денег, купил себе велосипед, такой модный, с пружинами, вот, тащил его на себе, там, до Тюмени. Приехал сюда, и начались опять суровые будни. Я начал, то есть, днем учился, по вечерам, но здесь уже понял, что можно мыть не только окна зимой, можно чистить лавиноопасные крыши. Я начал чистить лавиноопасные крыши, причем иногда днем, в основном мы делали это по ночам, потому что, ну, чтобы снег наступить в футуаре. Вот. Дальше, ну, так же продолжаем мыть окна. Мне приносят это хорошие деньги, вот, но так как я еще профессионально занимался танцами, танцевал на ступесне, танцевал в народном коллективе, в эстрадном, за Тюменский государственный университет, меня пригласили в команду нефтегазного университета играть в высшей линии КВН. Вот. И тут началось, то есть, мне нужно было совмещать учебу, мне нужно было как-то подрабатывать денег, и мы колесили, ну, по стране, и, можно сказать, даже по миру, потому что мы поехали, и два раза, я был в Атрии на фестивале КВН, мы проиграли тогда уральским пельменям. Вот. Мы играли в мышевики, то есть, и катали, ну, вот, от уральской части, мы восточную не ездили, но здесь мы проехали очень много городов, и, получается, очень часто жили в Москве. В Москве мы жили на подготовке к мышевике, обычно мы жили месяц, вот, и этот месяц нам нельзя было, ну, получается, пить, гулять, вот, то есть, это реально прямо вот жесткая такая, то есть, КВН, ну, по крайней мере, у нас тогда в команде, это была не такая романтика, что вот, круто, ну, КВНчики пошли там сегодня вечером в пари, реально вкалывались с утра до вечера, учили текст, уприли, танцевали, были четкие движения, и тогда мы прославились, ну, когда второе место заняли, нас называли, называли самой танцующей командой, ну, вообще, в высшей риге. Но с этим совсем пришлось завязать, потому что я понимал, что, ну, в КВНе денег больших не заработаем на вторых ролях танцоров, вот, и понял, что... потихоньку идет бизнес на спад, потому что даже просто, чтобы организовать, чтобы в Тюмени что-то сделал, нужно было хотя бы отвечать на телефонные звонки, чего делать запрещалось, то есть, ты мог там после репетиции двух-трехчасовой пойти и кому-то позвонить, вот. Я понял, что бизнес и бил на спад, и принимая решение, что ухожу из КВН, это реально тяжело удалось, но, как бы, нужно было выбирать все-таки, с чем дальше связывать свою жизнь. Я, вот, это что вы видели, на что я променял высшую лигу КВН. Мы дальше, получается, так же работаем, талтурим, подрабатываем, но на тот момент я понимал, что есть очень огромный спрос на... вообще отсутствовала практически конкуренция, был огромный спрос на услуги промышленных альпинистов, альпинистов, вот. И очень бурно развивался рынок рекламы, мы начали монтировать рекламу, мы тогда пришли, я прямо напечатал визитки, типографию я не нашел, я распечатал визитки на фотографиях 10 на 15 в этих салоне Кодак в Сибири, разрезал их начинцами, просто тупо пешком пошел там по республике, по холодильной, тубльгиса не было, и просто идешь, там видишь, вывезь свою рекламную компанию, заходишь и рассказываешь, что будет клево, и так я забрел в компанию, тогда было три лидера на рынке, компания Мир, компания Фабрика Реклама, они находились вот здесь, в таксопарке, через дорогу, и компания Динамит, и я пришел в компанию Мир, познакомился там с менеджерами, с директором, и вот оттуда пошли заказы, причем заказы пошли хорошие, денежные, сложные, и почему сложные, потому что нам сливали, ну, самую сложную работу либо вредного клиента, мы были свои монтажники, но, в общем, все шишки доставались нам, либо сложная работа, либо срочная, либо ночная, либо на субботу-воскресенье, и тогда я понял, что, ну, то есть я тогда, вот, реально, мы, не я, да, мы, нашей командой, там, ну, тогда у нас было четыре человека, мы очень сильно закрепились, потому что мы вообще этот рынок вот изучили вдоль и поперек, на все подводные камни, какие только можно было там, какие-то там можно было негативы услышать от клиентов, мы их все услышали, и я понял, что реально, ну, было бы клево вообще вот все эти ошибки исправить, потому что я понимал, что там в этой компании сильный менеджер, в другой компании сильная производство, в третьей компании там сильный какой-нибудь продажник, вот, и у меня тогда загорелась, ну, была идея, я не ставил себе задачу, но я понимал, что, как бы, если я буду потихоньку-потихоньку идти, я создам такую компанию, которая будет, ну, лидером на рынке, или, по крайней мере, не будет наступать вот на такие грабли, на которые сейчас наступают у многих компаний. Давайте дальше. Ну, и получается, реально было тяжело у меня в машине, у меня была, я позволил себе, сначала я купил копейку, потом купил пятерку, и на четвертом или пятом курсе я у своего отца купил лучную иномарку. Вот. У меня было два комплекта одежды, университет и на встречу с заказчиком, и второй комплект одежды, это вот такая сумка университет, после обеда на работу, еще и с заказчиками там тоже у нас участвовали, знаешь, дальше. Вот. И потихоньку, потихоньку, за три года мы создали такое, у нас компания тогда называлась «Вертикаль плюс», мы создали уже, ну, можно сказать, некий имидж, что мы можем справиться с любой сложной работой. Нам отдавали сложные баннера, причем, ну, отдавали тогда за хорошие деньги, но это один из самых больших заказов, когда стали драмтеатр, надо было полностью, то есть 60 лет в области, можно полностью закрыть, я помню, что это тогда был еще, да, не знаю, потому что 2006-й, может год, 2005-й, вот, нужно было закрыть, это был самый большой баннер вообще в Тюмени, мы его сделали, вот моя машина стоит, вот на парня, вот, давайте дальше. Дома у меня реально был очень эстетический такой формат, потому что, ну, вот здесь вы видите, это для мойки окон, это для монтажа там, у меня были нарисованы горы, тогда я еще не знал, что я буду в будущем заниматься крутообоями, но раскрасить стены очень хотелось, вот, нарисовал себе горы, вот в эту гору я ходил, вот, и вот здесь, будь моя супруга в этом зале, я бы ей сказал огромное спасибо, потому что вот тогда, это, я, получается, женился самый первый, на пятом курсе вообще из своей группы, вот, реально вот тогда можно сказать, что, несмотря на то, что родители у меня достаточно обеспечены, вот, моя супруга реально выживала, я, можно сказать все равно, я фанател, я видел, что там через 4-5 лет у меня будет там своя компания, у меня будет там менеджер, который будет заниматься, у меня будут монтажники, которые будут монтировать, но эти 4-5 лет я понимал, что придется вкалывать и очень, ну, благодарен своей супруге, что она реально тогда мне поверила и шла вместе со мной. У нас был телевизор, который стоял на столе, денег порой, ну, реально, будьте здоровы. С деньгами реально было туго, потому что кто-то не рассчитывался, кто-то говорил, там, давай с тобой после Нового года, кто-то, может быть, иногда и кидал, вот, но я об этом не мог сказать своим родителям, пойти у них там на пятом курсе, я же не говорил, что я уже бизнесмен, там, я вот работаю, вот, я у них не мог пойти там по проседениям и реально, ну, вот, я помню прям Новый год, мы очень много работали, но нам сказали деньги вы увидите в феврале, вот, это было вообще, наверное, раз, вот, примерно в таком формате мы встречали Новый год, ну, реально было тяжко, можно дальше, вот, это менеджер тогда от той компании Мира, она сегодня в этом зале, хочу ей сказать огромное спасибо, я даже подготовился. Немножко скажу, да, эта Татьяна, это реально для меня бог вообще менеджера, то есть Татьяна могла разговаривать вот так по телефону, переписываться вот так, смотреть еще кто кому пришел, если жирный заказчик, и еще что-то мне вот так головой кивает, вот, и реально я так, ну, то есть, ну, она это знает, я не сейчас ей это говорю, я много раз говорю, реально вот, вот таких менеджеров каждую компанию, мне кажется, вообще любой бизнес может вытянуть. А получилось так, более судьбы, что Татьяна тогда ушла в декрет, но остались ее подруги там работать в этой компании, работа у нас продолжалась, через несколько лет получилось так, что Татьяна вышла из декрета, ей нужно было принимать, куда идти, и реально у меня получилось сделать так, что я займонил ее уже тогда не к себе в гараж куда-то, да, а у нас уже была тогда, ну, мы только-только зарождались компанией Клякса, это вот где-то три года назад, Татьяна пришла к нам менеджером, реально огромное тебе за это спасибо, ну, и, ну, задали уровень очень хороший, сейчас она, мы тоже очень хорошо там, мирно расстались, она пошла попробовать себя в лукоиле, работая здесь через дорогу, сейчас прогуливает работу, вот, реально, ну, я искренне верю, что когда-нибудь она наиграется в лукоиле и вернется все-таки в креативную индустрию, вот, и вернется к нам, давайте дальше, ну, мы заработали достаточно денег, купили себе первый в Тюмени подъемник, было очень сложно, скажу еще почему, ну, никто из моих родственников, ну, реально практически никто не верил в то, что я, ну, создам какую-то компанию, в то, что я буду зарабатывать достаточно денег и реально я года два, наверное, я вообще, ну, родители как бы с пониманием еще относились к этой идее и понимали, что либо я наиграюсь, либо я, ну, реально начну зарабатывать, но дедушка с бабушкой, мой дедушка у меня 25 лет был председателем сельского совета, бабушка тоже была на руководящей должности, и когда я приезжал к ним в Омск, я чего только не выслушивал, она у меня в мозоле такие на руках, потрескавшиеся пальцы, они говорят, ты два языка знаешь, ты, там, экономист, в тебя столько денег вбухали, ты зачем вообще работаешь, да ты понимаешь, что ты родителей позоришь, вот, реально, ну, было, как бы, я выслушивал, да-да-да, но все равно понимал, что, как бы, сейчас я трепанулся, и вот, там, к счастью, не загорай, вот, это был самый сложный момент, я прям помню иногда даже до слез, что, как бы, ну, дедушка и бабушка, они сюда не приезжали, они не слышали там, и не знали, что самый большой баннер там в Тюмени вешает, и реально это было тяжело. Давайте дальше. Мы купили первый подъемник, он, ну, как, иностранного производства, и потом началось, то есть я уже стал достаточно зарабатывать, слава богу, напарник мой, соучредитель вертикального вируса, учредитель компании Флякса, он не очень публичный человек, поэтому сегодня здесь нет, вот, но мы с ним очень схожи по подходу к бизнесу, мы, когда зарабатываем большие деньги, ну, такое бывает, мы не тратим их, там, не знаю, на поездку в Турцию, или, там, шикануть себе тачку купить какой-нибудь, мы их тратим и вкладываем в дело, мы так договорились, что пока у нас есть силы, есть возможность расти, и есть спрос на рынке, мы понимаем, куда вкладывать, мы вкладываем в бизнес. Вот, мы решили, что мы будем покупать подъемники, это я, получается, на заводе в Китае, я был на заводе, мы покупали новую корейскую автовышку в Корее, мы покупали, самые первые из России, мы купили новую немецкую автовышку в Германии, когда мы приехали в Германию покупать подъемник и сказали, что мы из Тюмени, директор завода, он время, ну ладно, давайте дальше, ну вот, здесь уже, а, у нас тайминг жесткий, вот, ну и получилось так, что когда мы приехали в Германию, опять же, мы реально все деньги выскоребли из семьи, ну, я бы, я с супругой раз говорю, так, давай мы год, раз в год отдыхаем, мы там ходим на секции, что тебе нужно, давай список составляем, вот так раскладывал по полкам, вот, а все остальное бизнес, вот, и когда мы прилетели к директору завода в Германии, это самый большой завод в мире по подъемникам, он посмотрел на нас, мы тогда еще были молодые, у меня еще прическа вот отсюда была, вот, он нам скинул, сделал скидку с машины 40 тысяч евро, то есть это вообще, ну, по сегодняшним тем более деньгам, тогда я как бы понимал, что, блин, ну, да, мы же реально первые крутые 40 тысяч евро, вот сейчас мы мне бы эту скидку даже знали, вот, и потом понеслось, то есть мы уже создали компанию, мы создали компанию дом рекламы Клиакция, я начал заниматься Клиакцией, Евгений, вертикальным миром, мы начали открывать потихоньку производство, мы делали вот это, была фотография, самая большая крышная конструкция в области, мы поднимали самый дорогой автомобиль на крышу из стороны счастья, вот, это, с этого мы начали дом рекламы Клиакция, мы думали, купим сейчас один станок, сюда его поставим, здесь будут у нас сидеть два менеджера, вот это вот Евгений, давайте дальше, вот, Евгений по-прежнему он ездит на четверке, хотя у него жена ездит на инфинити, потому что он говорит, я приезжаю, когда на встречу, говорит, ну, купил себе инфинити, приезжает на встречу, он говорит, слушай, люди по-другому стали относиться, вот, и как бы это, я говорю, не могу, так я ухожу из инфинити, называем цену за объект, и говорит, я прям слышу, они про меня думают, ну, конечно, если купил инфинити, цените ломит, вот, он, сейчас он вообще ездит на велосипеде так же, как и я, вот, но в четверке, если вы увидите подного парня без кондиционера, вот, говорящий по телефону, знаете, это второй учредитель компании «Вертикальный мир» и Клякса, вот, это моя машина, хотя тоже здесь так же иногда ловлю на себе взгляды, что типа могут посолить не тачку купить или ездит весь в наклейках, но, как бы, я понимаю, мне это приносит деньги, и, как бы, мне очень комфортно. Давайте дальше. По-прежнему, ну, ставлю иногда себе сложные задачи, вот здесь, это, получается, шпиль Петра Столыпина, вот, понял, что давно не занимался спортом, когда долез до сюда, реально я, все мышцы болели, руки тряслись, надо было еще вниз, вот, я понял, что нужно, как бы, ну, пойти, пойти в спорт. Давайте дальше. Вот, это мы забрендировали в Арктике, забрендировали «Газпром», здесь, получается, вокруг лед и вода, это стоит в обской губе терминал, это 100 квадратных метров, это примерно вот, как этот шатер. То есть, с этим вообще никто, получается, он, скорее всего, в России не мог справиться, потому что здесь, ну, есть определенные много тонкостей, которые мы нашли, как решить, надо дальше. Это забрендировали самое северное месторождение «Газпрома», «Мисояха». Ну, вот, танкеры подходят, огнеть заправляют. Дальше. Самый большой баннер в Тюменской области, давайте дальше. Это в прошлом году нам, позапрошлом, нам поставили задачу в чемпионат мира, тоже, как бы, сделали очень сложно. Здесь у меня появилось желание, опять же, поставить себе какую-то сложную цель, проплыть в чемпионате мира, хотя и не можешь, вот, проплыть 25 метров в проруби. Ну, и я бы участвовал в чемпионате мира, у меня даже медалька есть. Еле это было реально, там, я на 5 метрах еще нормально, потом забыл, как плавать можно. Вот, и недавно я себе поставил цель, ну, как не недавно, 3 года назад ко мне забежал в офис мой брат и говорит, Саш, побежали, к нам в Тюмень приезжает Бричалов, это же Айронмен, пойдем на него посмотрим. Я говорю, Тём, кто такой Айронмен? Он говорит, ты что не знаешь? Я говорю, нет, не знаю. Блин, ну, Бричалова знаешь, ну, он тогда еще был представителем общественной палаты, я говорю, слушай, и от этого далек, не знаю, кто при Бричалове, Айронмен, я не пойду. Реально, брат, так горели глаза, он расстроился, что я, ну, ничего об этом не знаю, ушел. Я не пошел, наверное, смотреть на Бричалова, пошел в компьютер, забуглил, кто такой Айронмен, и реально поразился. То есть, титул Айронена дается человеку, только когда он проплыл 4 километра, проехал на велосипеде 180, и пробежал марафонскую дистанцию 42 километра. И если он уложился в 16 часов, только тогда присваивается титул «Железный человек» или Айронмен. Я понял, что хочу, чтобы мой брат с такими же глазами смотрел на меня, вот, и поставил себе тогда цель, ну, сделать Айронмен. Стал читать, думаю, ну, год сейчас, год, полтора, максимум там, вот. Но, как оказалось, это все не так просто, я начал потихоньку бегать, ну, там, с двух километров, 2, 7, 5, 10, 12, 15, потом потихоньку ездить на велосипеде, потом плавать, а это дальше. Это фотография, вот, буквально две недели назад. Я еще сильно обгорел, если вдруг кто-то, ну, посмотрел на мои ноги и думает, коже мой, что за шелуха. Вот. Я вообще сильно обгорел, когда бежал, ну, прям до пузырей. Вот. И это, получается, я защитил второй раз титул полужелезного человека. То есть это когда все, все те же самые дистанции, но по половинке. То есть 2 километра проплыть, 90 проехал на велосипеде и... Вот. И это я на велосипеде. Опять же, не могу сказать, что, знаете, я выкладываюсь прямо на все 100. Задача у меня какая? Задача, как бы, дойти до этой заветной цели, сделать это. Но я себе сразу сказал, что я делаю это не ущеду здоровью и там не бьюсь за секунды. Поэтому там у меня там есть фотки, где так еду без рук, я фотографируюсь, там прыгаю. Вот. Ну, и есть, конечно, ребята, кто там на полтора часа раньше прибегают, там, с пеной ульта, там, бьются. Ну, вот я сказал, что нет, я, как бы, это себе делаю в удовольствие. Поэтому только весь у фотографа там раз. Для меня фотки со стартов важнее, чем секунды. Вот. Это без рук. Это сочинская дорога. Ее перекрывают вот только для этих соревнований. Мы, получается, по ней до Красной Поляны, если кто был в Сочи, до Красной Поляны в подъем вниз. Давайте дальше. Вот это я бегу. Здесь реально было тяжко. То есть вот на беге. В прошлом году я такую же дистанцию прошел в Казани. Там я реально чуть не сдол. Там просто уже чуть ли не на шаг шел. Вот. Потому что и солнце было, и тяжело было. И на работу я пришел вот так вот ноги поднимал на ступень. И в этом году, то есть благодаря тренировкам выносливость повысилась. И я на второй день и поплавал на велосипеде, поехал. Давайте дальше. Ну, это фотографа я увидел, решил сомнить. Это я на финише, получается. И я сделал себе, напечатал, благо есть оборудованный, печатал огромный флаг, на котором сделал флаг Тюменской области, флаг города Тюмени, флаг компании «Вертикальный мир». Это логотип Фляксы. Фотографию своей семьи. В общем, все, кто так или иначе был причастен. Вот. И с таким огромным флагом, там, когда я бегу, там, ну, кто-то, знаете, в руках, кто-то стандартный. И я с таким полотнищем, еще с флагштоком, еще с поднятым руками, там, Ленин, сорвал там мою оценку. Вот. Еще и нашел силы подпрыгнуть в концерт. Вот. Вот. А вообще, почему я понял, ну, понял, что эта цель достижима, и она не такая сложная. Когда я искал интернет и копал, я увидел, что вот эту дистанцию проходят люди с ограниченными возможностями. Вот. В Сочи были, парень был без кистей рук, парень парализованный. И они проходят эти дистанции. На этой фотографии человек, ему 92 или 93 года, триатлет. То есть, представляете, он до сих пор участвует в этих соревнованиях. Давайте дальше. Это бабушка, ей 81 год. Это самый, самый пожилой триатлет в мире. Вот. И когда ты думаешь, они, ну, то есть, триатлон как спорт, ему всего лишь, там, 28, там, 29 лет. То есть, не больше 30 лет, как виду спорта. То есть, понятно, что она не всю жизнь занималась триатроном. Понятно, что она, получается, если 83, она пришла в этот спорт, там, 50. То есть, вот. Давайте дальше. Ну, и немножко то, что, как бы, понимая, к теме подведем, что вы желание. Если вы понимаете, что вы идете к какому-то результату, если вы понимаете, что сегодня, там, завтра, а может быть, год и полтора вам нужно потерпеть, никогда не сдавайтесь. Понимайте, что вы идете к заветной цели, не смотрите, там, что об этом думают или считают вас, может быть, дурачком немножко окружающим. Вот. Верьте в себя, но, опять же, ставьте себе перед собой какие-то очень сложные цели. Потому что, чем сложнее цель, тем больше и радости будет на финише. У нас даже в компании мы как-то, я попробовал, я понимаю, что все равно я немножко халявщик. Я попросил, ну, Татьяна здесь сидит, я попросил, чтобы Татьяна мне написала сложные какие-нибудь задачи, которые нужно в течение года выполнить. Вот. А я написал Татьяне. Там, кстати, Татьяна написала сразу марафон. Какие-нибудь, Татьяне, ты что? Ну, а я тогда только-только начал бегать, бегать. Я говорю, марафон это вообще, давай на следующий год марафон. Я говорю, давай два полумарафона. Ну, мы исправили один марафон, на два полумарафона. Вот. То есть, ну, есть такой еще ход. И в компанию я стараюсь себе подбирать людей, которые не боятся сложных задач, которые вообще кайфуют от того, что они решают какие-то сложные, интересные, нестандартные задачи. Поэтому мы стараемся сделать какой-то необычный офис, стараемся сделать, там, необычно прилегающую какую-то территорию. Ну, вот. Мы делали этот стенд, тоже, можно сказать, по-партнерски. Мы бесплатно подарили лавочку в виде пешеходного моста, который вы здесь видите. То есть, ну, опять же, мог бы и в Турцию сгонять. Вот. То есть, продолжаем немножко, как бы, и радовать себя, и понимаем, что чем больше мы будем делать для города, что когда-нибудь все равно это воздастся. Когда-нибудь найдутся люди, которые будут ценить креатив. Я уверен, здесь есть дизайнеры, еще люди, которые так или иначе, там, с пиаром, может быть, с ивентами связаны. Вот. Очень сложно на сегодняшний день на рынке получать деньги за твои идеи, за твой креатив или, там, не знаю, за дизайн-макет. Ну, поверьте, я уверен, мы к этому придем, рынок к этому придет. Давайте дальше. К нам начали возить, это уже наша компания, уже офис. Мы разрослись от того гаража, там, раз в 7 сейчас больше у нас площадей. От 4 сотрудников компании Клякса мы разрослись до 40. Вот. К нам уже начали возить экскурсии иностранцев. Давайте дальше. Мы забрендировали у себя офис, все автомобили. Это вот, Женя, это менеджер автомобиля, это мой, это клиент. Так, дальше. Сделали такую себе потайную дверь в виде шкафа, тоже всегда была мечта. Такую необычную. Себе бы дома, конечно, я такую и не сделал. Мы там прячемся и пьем кофе. Теперь, Таня, там, кстати, есть кондиционер. Потому что это тоже было маленькое выживание, пить кофе в комнате без кондиционера. Давайте дальше. Это вот пивлавочка, которая здесь есть. Но она по дизайну была вот такая. Это, опять же, дизайнер очень сильно был недоволен, когда мы сделали такую топорную. Но это вот из-за наших вандалов. Все, давайте дальше. Все. Это наш самолет. Давайте дальше. Это вот такой офис. Но он сейчас преображается немножко. Давайте дальше. Мечта у меня, если я ставлю на 5 лет, сделать вот такой вот офис, где будет 450 квадратных метров. Давайте дальше. Это уже сторожка готова для этого офиса. Ну, и это дизайн-макет нашего офиса, который вот дом рекламы. Мы буквально месяц назад сделали ребренинг. Мы были печальный цех, Клякса. Сейчас немножко выросли. Теперь мы дом рекламы, Клякса. Вот. Всем огромное спасибо. Вот реально верьте сюда. Извините, что чуть-чуть помогал, может быть, я не по теме. Спасибо. Вот искренне жду вопросов. Может быть, я на что-то отвечу. Пожалуйста. Дизь, я тебе и так подожди. Давай девушку. Дизь, я тебе покойся. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень круто рассказывали. На вас приятно смотреть. Спасибо за такое начало. Здарные тайны. Для нас есть вопроса два. Первый. Первая ваша музыка, когда вы просыпаетесь утром, это какая? Главное не опоздать на тренировку, потому что тренировки у нас в 5.15 начинаются, мы встречаемся. В 5.30 утра мы уже выезжаем, ну, либо в 6 в бассейн. И если ты опоздал, это реально у нас всего там 8 минут. Порка? Ну, не порка, но вот такие взгляды, это хуже порки. Типа слабак вообще. Все всгоре. Второй вопрос. Возможно, вы читали, руки мороками написал дико, если не о чем я говорю, когда я говорю о деле. Это шикарная книга. Да, мы вот сегодня разговаривали, да, на эту тему, что у японцев очень много выносливых людей. И мне очень нравится у него там момент, когда он, потому что я пробежал по другу марафон, и он говорит, вот про бабочку, кстати, что уже в какой-то момент он стал сдаваться, видит, эта бабуля его обгоняет, он такой, ничего себе, либо надо поднажать. И вот я к этому веду, то, что когда он пробежал его, у него случился какой-то инсайд, да, то есть озарение. Он говорит, то, что меня мучило, 20 лет внутри, какой-то вот клубок, я не знаю, там, не сдувшихся надежд, желаний, все это вот как-то ушло в никуда. Есть ли у вас такое, ради этого или вы душите? Ну, действительно, как бы, ну, есть, есть какое-то очищение, есть, ну, получается, тренировки по утрам, поначалу, как бы, это были короткие тренировки, а сейчас, допустим, ты клюешь полтора часа, и, ну, реально не с кем поговорить. Вот, ты, у тебя чистые мысли, ты, есть время там хорошо все разложить по полочкам, тебе никто не звонит, не отвлекает, вот, ну, это такие вот, как бы, есть время поговорить с собой, о чем-то задуматься. Про марафонскую дистанцию реально есть такое, то есть, я когда, вот, мураками читал, получается, смотрел выступления, там, марафонцев, утрамарафонцев, и все говорят, что, ну, типа, это такой момент, когда хочется опустить руки, что сойти с дистанции, обычно говорят, что это, там, 36 километров, там, 32, ну, да, у мураками это 75, там, вот. Вот, я утрамарафон и не бегал, и думаю, что реально, ну, не смогу, и пока задачи такую не ставлю, да, мне кажется, реально для организма тяжело, вот, и, получается, и, когда я бежал в прошлом году, марафон в Петербурге, была очень сильная жара, и я себе засел, когда у меня придет эта мысль, на каком километре, ну, что, вот, все, опустятся руки, на, где-то на 24-м, 25-м километре, рядом со мной, ну, я догоняю, дедушку, реально дедушка, дедушка яконец, мы с ним начинаем разговаривать, потому что, опять же, я говорю, что я стараюсь бегать в удовольствие, поэтому я бегу так, чтобы он мог дышать, мог разговаривать, я начинаю с ним разговаривать, это был его юбилейный марафон 140-й, вот, то есть 140 марафонов, это дедушка реально, вот, и он говорит, ну, и мы с ним бежим где-то километра, полтора разговариваем, у меня прям силы, я смотрю, блин, да я первый в жизни марафон бегу, я вообще с пулей долечу сейчас, дедушка поговорю, заряжусь немножко, все, бегу-бегу, и дедушка говорит, слушай, не, реально жарко, я, наверное, сойду, и думаю, у меня, ну, так, дедушка сошел, дедушка 40 марафонов, ну, это, и он сошел, ну, как бы все равно, я, ну, сказать, набежал до этого дедушку, потому что я, у меня еще задача была такая, я поменялся слотами, это номер именной, и во всех электронных таблицах, получается, было не мое имя, потому что этот слот мне дал племенский парень, который не смог бежать с травмой, и он мне говорит, слушай, ты, пожалуйста, в 4 часа уложись, ну, 4 часа, это достаточно такая нормальная, нормальное время для марафона, вот, но была реально адская жара, просто люди просто приезжали и падали, там, 36 градусов, аномально в Питере, там, 100, ой, 90 человек на скорую вывезли, в общем, несколько реанимировали, ну, реально, аномальный был марафон за всю историю вот этих питерских марафонов, и получилось так, что я бегу, бегу, и вот эта мысль, о которой я говорю, что нет, все, руки опустятся, я пробегаю тут под мостиком, там, эстакада такая, бегу вверх, думаю, блин, все, ноги реально не тянут, что-то вообще, и понимаю, о, мысль, вот она такая, она так, 36-38 километр, и так, все, 38, блин, Саня, 4 километра, это как и тебя до набежной, ну, а дома до набежной обратно, что дело-то? Все, и поселы, и я бегу, по моим часам получилось, что у меня еще минут 7 есть в запасе, это, ну, километр в легком тенге, я подбегаю, смотрю, ну, сил уже мало, но все равно есть в запасе, и смотрю, там, метров 200 и часы таймер, и смотрю, 3,58, и секунды идут, то есть не совпал мой хронометраж с тем, который отсекается все по электронному браслету. Я так вчесал вообще на финиш, там, реально, ну, как я перед парнем, перед теменским облажаюсь, вот, и реально так вчесал, что, ну, я когда смотришь этот, ну, повторы, видеоповторы, потом смотрю, я так, шуууууу, то есть люди там бегут, кто-то машет, кто-то с охлаком, а я реально, как 100 метровка, там, вот, все, у меня время что-то, 3,59 с копейками, Ну, то есть, ну, реально минута. У вас одинаковый вопрос, да? У меня вопрос такой, Артём. Вот вы прошли такой интересный пульт. Артём это младший брат. Александр, прошу прощения. Ну, главное не Андрей. Александр, прошу прощения, я просто уже думаю о вопросе немножко. В общем, вы прошли... Вы прошли реально интересный путь. Спасибо, действительно, за выступление. И такой путь очень часто во многих местах в вашей жизни выживали. Вот мне интересно, как вы сейчас воспитываете детей. Ведь детство их от этого оберегаете? Или наоборот, они у вас с детства закаляются? Пораете ли вы? Ну, часто, как бы, так. Есть разногласия с супругой, потому что вот отец меня, ну, прям воспитывал от жёстких условий. Я стараюсь, чтобы и дети мои воспитывались точно так же. То есть, там, не знаю, упал, ссади на у тебя, ну, сам упал, ссади на у вас, сам вставай. Вот супруга у меня, наверное, как почка за детьми. Поэтому, как бы, вот когда дети со мной, я и стараюсь, там, не знаю, там, в грязи, да, походите в грязи, там, тяжело. Ты хотела купить, там, самокат, да, там, вот она каталась на самокате, пап, всё, нанеси, я домой. Я говорю, ты хотела самокат, вот, неси сама. Ну, вот, когда идём от школьного бульвара до дома, мы можем 3-4 раза сесть на бордюре и посидеть. Я говорю, я-то в самокат нести не буду. Вот, мы садимся, отдыхаем. Мы можем, она говорит, я устала. Ну, сын, как бы, он более сговорчив, вот, дочка там, всё, в основном. Я устала. Я говорю, давай сядем, отдохнём. Мы сидим, отдыхаем, пока она не отдыхается. То есть я, как бы, стараюсь их, вот, ну, таким, так закалять. Про зубы, там, зубы, когда лечим, да, я, как старая бабка, там, ага, ел конфеты, вспоминай, там, а вот, вот, у меня жена говорит, ты куда ты лезешь, ему и так больно. То есть, ну, как бы, я думаю, что вот это, мне кажется, нужно с детства. Я, когда жил в деревне, у нас не было горячей воды, когда здесь отключают, там, и соседи, боже мой, 3 дня нет, горячей воды, как жить вообще? И, слушайте, я несколько лет прожил без горячей воды, ну, как бы, ничего страшного, крепитесь. Вот, и я понимаю, что с каждым годом, там, не то, что, там, у меня, там, в семье моей, вообще, общество понимание о выживании, понимании о дискомфорте, оно меняется, там, и всё больше и больше меняется. Вот, поэтому, как бы, я стараюсь, дети, чтобы дети у меня хлипнули, и всё-таки стараюсь. Сейчас у меня дочка, они поехали в деревню, вроде бы, как на отдых, я позвонил, ну, вот, в ту деревню, откуда мы приехали. Я позвонил туда, в школу, нашёл, где учителя по немецкому языку, договорился с ней по телефону, чтобы моя дочка ходила на репетиторство. То есть, вот такие, как бы, каникулы устроил. Проживание теперь. Доброе утро, меня зовут Игнар. Как вы справляетесь в состоянии амбициозным углам? Как вы не отпускаете, пытаетесь отпустить кусок больше, чем можете слушать, и не бежите раньше времени? Вы стоите 10 часов времени. Как справляетесь? Ну, вот с этим было сложно, получается, но если говорить про время, про дистанцию, про спортивную, да, там просто на вибрацию поставь, спасибо. Давайте, если говорить про время, то я не контролировал себя в Казани в прошлый год, и, ну, хлебнул из-за этого, потому что я еле дошёл до финиша, я 4-5 дней ходить не мог, что все мышцы болели, хотя тренер сказал, там, здесь бежишь с каким временем, здесь ты улёшь вот так, здесь на велосипеде ешь столько-то. Я там не ел, не пить, ну, как бы, много не ел, там, вот, и разложился неправильно на дистанцию и понял, что, а сейчас в случае мне было очень комфортно, я прям, вот, как тренер написал, так всё и сделал, и понимаю, что я себя как-то дурчик чувствовал на следующий день. Если говорить о бизнесе, здесь реально, если говорить про бизнес, ну, очень много подводных камней, вот сейчас я понял, что мы, как бы, сильно, очень сильно выросли кляксой, и у нас по-прежнему, вот, я вижу, что можно, там, вот эту нишу в рынке захватить, вот здесь конкурентов практически нет, либо они, там, ну, клиентоориентированность у них, там, на низком уровне, сюда можно залезть, но вот я сейчас себе поставил немножко до паузы, с явлением мы переберем, давай, всего полгода, мы наводим порядок, хотя бы отваживаем, чтобы у нас очень хорошо всё работало в кляксе, потому что чем больше компаний, тем меньше контроля, тем больше я вижу, что иногда появляются недовольные клиенты, а когда я это всё начинал, я начал ради того, чтобы каждый клиент после нашей услуги, после нашего продукта, оказывается, был доволен, вот, поэтому сейчас вот небольшой, паузу, это реально мы пришли, то есть можно, и поток денежный есть, и оборудование можно открыть, но я понимаю, что чем больше шкаф, тем громче падает, если мы сейчас вырастем, то нам о том очень сложно будет это всё контролировать. Есть недовольные клиенты, есть клиенты, которые, допустим, недовольны ценами, но вот конкурентное преимущество основное, которое у нас есть, это оперативность и качество продукции, то есть у нас, ну, даже не побоюсь, там, не знаю, на камеру сказать, у нас самое современное оборудование в области, у нас самые современные станки, спасибо, там, департаменту инвестиционной политики, их программа, то есть, ну, и вот за качество никогда не стыдно, за скорость тоже, вот. Иногда, конечно, менеджер даёт там свой, иногда кто-то что-то забывает, иногда очень сложно с дизайнерами, потому что это та ниша, которую я не могу контролировать, превратить в как-то измеримые цитры, вот, но, как бы, всё, что у нас, что у нас надо, и на остальное я стараюсь повлиять, и сейчас мы решили, что полгода мы вообще не расширяем штат, когда сильно, да, не покупаем парт имущества, не растём именно, как территориально у нас было идея, то есть просто наводим порядок в том, что есть, поэтому мы согласен, что можно закликнуться, как, ну, всё, да, клиенты идут, давай ещё, возможно, 5 менеджеров посадим, да, они идут, а когда они кончатся, вот, реально, вот там засада будет. Спасибо. Огромное спасибо за такое выступление, вот, я шёл сюда так, некогда, думал, все, как будут, в общем, будут представители аудитории, молодые, да, вопрос такой, я с вами не трезвый образ жизни, поэтому вопрос такой прямой. Вы ведёте трезвый образ жизни? Если так, то вы молодец умница. Если нет, то, значит, советую перейти на трезвый образ жизни, и ваши дела по всем фронтам будут идти ещё лучше. И хочу перестать слова Ивана Николаевича Полстого, который в своей работе 25 января, это посвящённое юбилею НГУ, писал, что если уважаемые люди, а вас уже можно отнести к уважаемым авторитетным сердцем, и они будут подавать пример трезвости своим, близким, он описал по слухам, извойщикам, там, т.д. т.д., т.п., вот, то это принесёт больше пользы, чем все библиотеки, музеи вместе взятые, ну, конечно, утрированное. Это так, конечно, утрированное, образно говоря, да? То есть вот такой вопрос, значит, ваше отношение к резвости, ну, и призыв ко всем вести трезвого образа жизни, это наилучший фундамент для семьи, для бизнеса, вот, и чтобы Тюмень стал лучшим городом земли, всё-таки сначала, что я говорю, Тюмень – город трезвый, потому что убытки триллионные в России, человеческие жертвы огромные, ну, можно пропорционально соотнести с Тюменской области, да? То есть я думаю, каждый должен нести вклад в трезвости, подавать пример трезвости в семье, в коллективе, ну, там в городе, если каждый будет кидать, а курки там, то есть если будно, город будет чистый, то есть если каждый будет задействовать трезвому образу жизни, наш город сотрнётся в пояс все, там, не знаю, поясом, то есть в пояс все. Спасибо, успехов, прошу и дела. Можно честно отвечу тогда? Да давайте честно, и справляемся. Честно, смотрите, ну, пьющий меня точно отнести нельзя, потому что я, если выпиваю, то я пьюсь с бокала вина или с 0,5 пива. По поводу примера, если я сейчас скажу там, ребята, завяжитесь с алкоголем, это точно не подействует, но могу точно сказать, когда я, получается, поставил себе цель пробежать полуэронет, я зарёкся. Я говорю, всё, я не пью вообще ни капли, никакого спиртного, пока не сделаю аронет, потому что, допустим, в Германии, в Мюнхене, когда ты пробегаешь марафон, тебе дают пиво. Но, опять же, ну, я, знаете, вот про качество пива могу точно сказать, что в Германии это как бы явно не то пиво, которое у нас здесь. Но я думаю, что, блин, вот я сейчас не буду, да, там, буду себя держать в тонусе, не буду пить вообще ни капли алкоголя, добегу до айронена, и вот этот бокал пива как бы выпью. Вот. Получилось так, что я думал, что я сейчас пробегу аэронен там, ну, мне тогда оставалось научиться только плавать, то есть я уже хорошо бегал, я хорошо ездил на велосипеде, мне оставалось научиться плавать, я взял, зарегистрировался на полуэронен в Турцию, пришёл в бассейн и понял, что мне плавать ещё реально очень долго учиться. И у меня перенёсся с датом на полтора года. Вот полтора года я вообще ни капли вообще. Вот. Но потом, да, виноват, потом я всё-таки выпил. Вот. И реально еле дошёл до гостиницы, потому что, ну, и сейчас, ну, вообще практически стараюсь вообще в принципе не пить, потому что, когда сейчас вот уже идут тяжёлые длинные тренировки, прям чувствуешь на организме, то есть, ну, вот я свой организм очень достаточно хорошо чувствую, там, не знаю, кончики пальцев на ногах, там, кончики волос последних. Вот. И получается так, что если ты выпиваешь где-то, ну, не знаю, там, свадьбу ещё, что-то, даже рюнку вина, я на следующий день прям чувствую, где у меня эта рюнка, как она села, как она сказалась. Раньше я такого мог и полтора, и два, и три бокала пива выпить и, как бы, и думал, что я опытом на лодочке, я нормально, я вообще не поменяю. Тэн, давай, я так должен где-то на айфоне прибираться. Спасибо большое, Александр. У нас последний вопрос. Нам нужно заканчивать и уже пообещать. Я знаю, знаю, в индивидуальном порядке можно задавать вопрос. Реально, по-русски, я не рад, что здесь такое вопрос. Александр, я знаю, конечно. И можно индивидуально подойти и задать вопрос онлайн и оффлайн. И последний вопрос от Рустама. Здравствуйте, меня зовут Рустам Баталов, руководитель творчества, я не 21-й лет. У меня такой вопрос. Как, по вашему мнению, какие факторы будут влиять на рост в креативной индустрии в Тюмени? И как обстоят дела в других странах, которые были? В Китае, в Германии? Ну, какая там история? Как она развивается? Вот, реально, мне кажется, я был в Пакистане, и вот там, наверное, только с креативом как бы туго. А все остальные страны, в которых я был, и европейские, и азиатские, вот реально, вот там с креативом вообще все в порядке. То есть, и мы стараемся что-то показать, что можно сделать нам. Проблема, опять же, если брать чиновников и власть, проблема в том, что, когда идет тендер, да, там основной показатель – это цена. Я не участвую в тендерах уже года 4. То есть, когда, допустим, мы делали какие-то вещи интересные, у нас там город их брал и покупал. Сейчас, как бы, основной критерий – это цена. К сожалению, это реально вот креатив и качество убивает на поле. Потому что, если, допустим, даже, там, простой привет, приеду, вот та же лавочка «Пешеходный мост», ее дизайн можно было нарисовать, но если бы на нее перевели тендер, вот она там нам обошлась где-то тысяч, наверное, ну, по себестоимости тысяч 60-70. Если бы выявили тендер, я вас уверяю, нашлись бы люди, которые сказали, блин, а я сделаю за 40. Все, ее бы убили, она бы была кривая, косая, больная, никто бы не сказал, блин, клево, креативная вещь, вообще круто. Вот. И, к сожалению, вот, ну, если говорить о госвласти, да, вот этот креатив убивается напрочь. Бизнес, ну, реально, вот он идет. То есть, у нас сейчас очень много законом, не очень, но есть заказы, когда нам говорят, ребят, вот мы занимаемся, ну, вот вчера там приходили электрике, а мы ваши соседи, мы здесь недалеко, у вас вообще там круто, приезжаешь клево, там, вот, сейчас мы к вам в офис пришли, вообще там, здорово. Мы себе тоже что-нибудь хотим такое интересное, не просто у нас сейчас все баннеры, вот, не просто баннеры, вот, что-нибудь такое вот интересное. И, как бы, им говорить, что дизайн будет стоить, там, 3-4 тысячи рублей. А я говорю, ну, ладно, не вопрос. И, как бы, готовы платить. А когда, допустим, ну, торговый центр Будвин нам позвонили, как после выставки люди видели лавочки, и говорят, нам бы тоже вот лавочку какую-нибудь интересную, креативную в стиле Будвина, но 5 тысяч рублей, как бы, уже им, им очень сложно выделить эти деньги. И когда они не могут прийти к своему руководству, то есть, это должно вообще несколько поколений поменяться. То есть, прийти к руководству и сказать, слушайте, есть люди, есть дизайнеры, они готовы порисовать, но им нужны деньги. И руководитель, да, давайте 15 тысяч, там, 10, допустим, несу 5-6 вариантов. Сейчас же все строится по-другому. У нас там, ну, собственник, допустим, Газпром говорит, да, у нас есть деньги, давайте неси-ка ваши идеи. Ну, хороший дизайнер, он реально у меня завален работой. Он не будет все откладывать в сторону и рисовать там, ага, сейчас до торгового центра Панама нарисуют там 5 вариантов новогоднего оформления. Ну, реально, вот просто Панама объявляла торговый центр вариантов новогоднего оформления. Но мы даже не рисовали, потому что я понимаю, что мы можем нарисовать хорошее, достойное. У нас торговый центр «Магнат» мы делали новогодних на первое место. Газпромы, вот эти, РНВАТ «Нефтегаз» первое место занимали. Конкурс «Елок» мы делали работу в первое место. И я знаю, что мы можем красиво нарисовать. Но я знаю, что, во-первых, я сейчас попрошу, за дизайн они откажут. Во-вторых, я принесу креативные, интересные идеи и скажу, что вот это стоит стойко, вот это столько. Это вам проработает долго, но это... И они прикинут, блин, а кто весит, кто дешевле сделает. Им сделают дешевле. Поэтому мы стараемся ориентироваться на тех людей, кто уже готов на начальной стадии говорить, что мы готовы платить за идею, готовы платить за дизайн, давайте. И я думаю, что в будущем у нас все с этим будет в порядке, но, говорю, очень сложно. Даже те же самые маркетологи, они реально боятся прийти к директору и сказать, что вот как бы есть вот эта компания, они готовы свои эскизы, вот эти готовы эскизы. Есть еще нормальная компания, которая может там варианты креативные предложить, в цветном цвете их распечатать, на красивой бумаге, даже может быть макет сделать, но за это надо платить. Многие руководители не готовы платить на начальном этапе. Это реально сложно. Здесь сегодня нет Константина Тюменцева, это очень хороший дизайнер, он учился в Лондоне, получается, он рисовал многие логотипы для иностранных компаний, у него офис в Чехии. Сейчас парень живет в Тюмени, сам он из Киргизии. И мы с ним недавно разговариваем, он говорит, реально очень сложно найти, кто готов платить за дизайн. И говорит, почему-то в Тюмени у вас вообще это не принято. В других российских городах уже есть такое, что люди готовы платить за идеи, готовы платить за дизайн. Поэтому я думаю, это 2-3 года и это исправит. А вы работаете в других городах? Да, мы ремонтировали, делали работы даже в Москве, мы делали, ну, получается, туда на север мы уже даже за полярные крупы вылезли, в Челябинске форум утром, ну, сейчас у нас два арт-объекта, мы для Ямала делали арт-объект в Челябинске, для Тюменской области делали арт-объект в Челябинске, вот сейчас в октябре будет, в Сочи у нас два проекта. Здесь еще есть сложность в том, что мы не все выкладываем в соцсети и не все можем выложить в соцсети, потому что, ну, зачастую так бывает, нам говорят, вы, ну, на субподряде, допустим, работаем, да, и нам говорят, вот вы это не выкладываете, и реально, ну, как бы обидно. Многие работают там, есть наша доля, но не могу сказать, что это мы сделали, оно так мимо проходит. Спасибо большое, я думаю, что вы получаете. И нам нужно выбрать лучший вопрос, я знаю, что еще очень много есть вопросов, отдельно будет конкурс, я думаю, в контакте на лучший вопрос по этой теме Александру. И сейчас, Александр, какой вопрос вы начнете лучше, потому что ставится наш супер-будильник. Просто понравился. О, как зовут? Третий. Это Динари. О, Динари достается замечательный будильник, который стоил там на стоечке, который... Через минуточку, может, Александр пока пойти его подарить, а я пока закончу. Хочется сказать, что полную запись лекции вы можете увидеть на сайте creditpoint.com. Там же есть записи... АПЛОДИСМЕНТЫ Там же есть записи абсолютно всех лекций, абсолютно всех лекторов воли. Стало 50 городов по всему миру. Мы сказывались в июне на тему выживания. Я думаю, интересно будет послушать и сравнить. Следите за новостями ВКонтакте. Александр еще здесь. Сколько-то времени. И, пожалуйста, ваши вопросы индивидуально можно задавать. Спасибо, что пришли. До новых встреч. Мой портал в социальных сетях. ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Подписывайся. Будь в сети.